И бомба просто. Просто бомба. Сопропелливое масло для укрепления и роста волос восстанавливающее. Тоже с огромнейшим количеством полезностей всевозможных. Тут еще больше, естественно, всевозможных растительных масел. Сопропеллим не говорим, сопропеллим у нас просто на первом месте. Вот здесь мы еще имеем два совершенно тоже уникальных масла. Это облепиху и это масло тыквы. Это просто супер обожаемое вообще масло. И опять-таки тот же глюконолактон, аминокислоты. То есть тут опять-таки очень-очень-очень много всего. И вот о каждом из этих компонентов можно написать большой текст, что он делает. Ну и плюс это очень продуманное, это все действительно сведено уже в формуле. Дизайн масок абсолютно одинаковый и неудобный. Ну, тем не менее, да, на них все видно, что на них. Все равно можно прочитать. Кстати, только сейчас задумалась, да, что вот этикеты. У меня просто вообще без этикеток еще. Вот, для лица уже кожа куплена, а у тебя еще у меня остатки пробников. Ну, на пробнике были, правда. Большого размера, скажем так. Значит, глубокий, глубокий, комплексный уход и очень глубокое оздоравливающее воздействие и на кожу головы, и на волосы. Вы знаете, что не все маски можно наносить на волосы. Не все маски рекомендуется наносить на волосы по тем или иным причинам. Есть разные причины, по какому. Кстати, да, вот действительно она сказала, что размеры действительно самые разные. Вот, значит, первое самое главное, то, чего, конечно, мы хотим, то, чего, конечно, мы ждем, это то, что работает и на прекращение выпадения, предупреждение выпадения, на укрепление и на стимулирование роста. Кроме того, природная форма восстанавливает еще и саму, безусловно, структуру волос. Прекрасно увлажняет, прекрасно питает кожу головы и возвращает волосам их крепкость, их упругость, их природный вообще блеск и силу. И очень такой вот еще момент плюс к этому, что маска помогает снимать вот как раз фазм с мелких сосудов, улучшать кровообращение. И это не только, вот вы же знаете, да, чтобы как раз работающие профессиональные аптечные средства для улучшения роста волос. Вот то, что работает, оно всегда основано на улучшении кровоснабжения. Вот ничего другого пока еще нет. Вот, и это будет стимулировать, во-первых, рост волос, но это еще и помогает уменьшить как раз головные боли и напряжения. Немножечко, немножечко вызывая вот этот прилив крови. Успокаивая, расслабляя, это даже есть такое понятие сопропелевая медитация. Кстати, вот эти маски рекомендуется делать вот уже как-то ближе все-таки к вечеру, вот именно ради этой сопропелевой медитации. Вот, и потихоньку помогает снимать вот эти боли и напряжения, а это, собственно говоря, то, что нам сейчас действительно очень актуально. Я вам хочу сказать сразу, что единственное что, такая вот рекомендация обязательно, не наносить одновременно маску на лицо и маску на голову, на волосы. Почему? Потому что, то есть, все, как бы, да, вот я сделаю маску себе для волос, для кожи головы, а тем временем нанесу масочку для лица и буду вот таким вот фантомасом шикарным, красивым ходить по дому. Эти маски не рекомендуется делать именно по причине того, что вызывает, вот, она вызывает прилив крови, вот, прилив крови кожи. И для того, чтобы, во-первых, этого не делать и не снижать, соответственно, эффект на каждую зону. Поэтому по отдельным, это самое, по отдельным, отдельно на голову, в другой раз на лицо. Ну, опять-таки, тот же, те же гуминовые кислоты и цинк, она еще, кстати, потрясает, там же, там же, там же все, весь остальной состав точно так же есть. Глубочайший детокс, глубочайший детокс, не просто вот на уровне действительно клетки. Делает волосы более эластичными, более шелковистыми, аминокислоты, это то, что я говорил, то, что есть и в шампуне, потому что это есть в самом сапропеле. И, кроме того, вот, комплекс биологически активных веществ, естественно, сапропеля именно самого, естественно, восстанавливает еще нормальный баланс микрофлоры. Вот, ну, то есть, гравиом-френдли, восстанавливающая здоровье у кожи и волос, и укрепляющая, и структуру. То есть, она действует вообще вот на все, что ей попадется под эту маску. Вот, и обожаемые совершенно мною, просто, это масло облепихи и это масло тыквы с большим количеством, с большим количеством облепихи. Это вы помните, что это не просто омеда-3, это омеда-3, 6,7, то есть, это еще вообще такая вот одна из уникальных омед, которые они везде есть. И с каротинами, и у него потрясающий состав вообще, я живу, это два масла, которые я невероятно люблю вообще, когда они есть в составе. Есть действительно в мировой, вот, в мировых брендах дорогие средства, хорошие средства, которые вот на маске станут тыквенные, и это просто вообще действительно совершенно, совершенно прекрасно. Тоже для мужчин и для женщин любого возраста, с любым типом кожи и волос, в том числе чувствительный, что тут лаванда будет хорошо еще и успокаивать. Кстати, почему еще тоже делать вечером? Потому что помимо сопрепеливания медитации, масло лаванды, оно же тоже очень успокаивающее. Ну вот, поэтому в маске для лица там цитрус и мято, они такие более-весь более бодрящие. А здесь такое же успокаивающее, на вечер, прекрасно нанесли, помедитировали, расслабили заодно и мелкие сосуды кожи головы, и действительно, получили, вы сделали себе вот такую сопрепеливую медитацию. И то же самое, что эту маску можно использовать для ухода за кожей головы при псориазе и при сиборейном герматите. Наносится она на, ну, вымаля шампунем, промахнули на очищенную кожу головы и волос на 10-25 минут. Тут так же, как и смазка для лица, подбираете алгоритм больше для себя. Но единственное, что если мы с маской для лица говорили о том, что дольше, полчаса держать эту маску лучше, тем, у кого жирная кожа, здесь нужно просто под себя, чтобы волосы, вы знаете, это не предсказание, они ведут себя порой непредсказуемо, поэтому от 10 до 25 минут. Вот почему я говорю девочке, ну, пожирнела голова у девочки, она просто смыла, соответственно, видимо, плохо. Но дело в том, что эту маску действительно, ее, если есть необходимо, вы потом приспособитесь, вы совершенно четко поймете, что сколько вам ее нужно. И если действительно она не, вы почувствовали, что не досмылась, то ее можно шампунем, вот, сопрепелевым же, можно использовать шампунь и смыть ее при помощи шампуня. Но это, как правило, бывает первый, максимум там второй раз. Здесь она получается, что, то есть это надо подобрать под себя. Вы подберете, вы почувствуете, потом вы будете ее смывать уже без шампуня, хотя же, этим шампунем, реально можно смывать. Вот. Мне надо смывать шампунь. Вот, вы понимаете, с волосами им угодить гораздо сложнее, чем кожа. То есть, если с кожей, мы все-таки, мы знаем, мы понимаем, даже не видят, очень часто, в общем-то, четко понимаем, что происходит. Волосы, они иногда, вот, ну, вы же знаете прекрасно, что шампунь, который все расхвалили, не знаю, в интернете, все блогеры, все с ним носятся, все пишут поступины, всегда найдутся те, кому не подошло. И то, что говорят, что, ну, допустим, там так себе, а находятся те, кто, кому-то просто попало в точку с волосами, с ними всегда нужны танцы с бухнами. Поэтому послушайте себя, послушайте свои волосы. У нас сейчас мы на карантине, у нас есть возможность действительно попробовать. И если не досмылось, ну, не надо, по крайней мере, выбегать так, что, ой, боже, какой ужас, а я в таком-нибудь там пойду на работу. Вы все посечены кончики, конечно, то есть, накла наносим на голову и на сами волосы. Вот, дурочер, 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 дурочер. Поэтому приспособьтесь, послушайте, вот правильно Евгения говорит, индивидуальность никто не отменял, мы все разные с волосами, можно смыть, в идеале, именно вот этим шампунем, потому что они очень хорошо в компании работают.